Всем привет! В сегодняшнем видео я хотел бы показать вам децентрализованное приложение сети Robonomica. Оно как раз сейчас у меня открыто на ноутбуке, и вы видите его приветственный экран. Показать его возможности текущие на момент конца мая 2019 года и продемонстрировать функции, которые могут быть полезны сообществу уже сегодня. Но для начала децентрализованное приложение сети Robonomica. В принципе, если вы следили за нашими обновлениями и ранее, то могли бы задаться вопросом, вы же ребята делали уже много разных дапов, вот что же такое тогда децентрализованное приложение сети Robonomica. Ответ на этот вопрос следующий. До этого и в принципе и дальше у нас будут появляться множество различных видов децентрализованных приложений, потому что децентрализованное приложение это основа интерфейса для доступа к децентрализованным технологиям, доступа к робономике, к эфиру. Соответственно, практически любая работа наша, которая утыкается в интерфейс, она приводит к появлению именно децентрализованного приложения. Уж очень редко появляются сервисы, обычный клиент серверный. Бывают случаи, когда появляется инкапсуляция какая-то, внедрение враждебного централизованного кода серверного в приложение, но обычно от безысходности. Так что мы стараемся все-таки поддерживать сторону пользовательского интерфейса в виде именно децентрализованного приложения, а именно интерфейса, который подгружается пользователю и он уже самостоятельно взаимодействует без нашего сервера с инфраструктурой. То есть взаимодействует с чейном, взаимодействует IPFS как хранилищем контента. Вот. Что конкретно относительно децентрализованного приложения сети Robonomic? Так мы именуем такой основной даб, в котором разработчики Robonomic будут стараться собирать наиболее важный и обобщенный функционал для работы сети. В первую очередь для провайдеров, во вторую очередь, конечно, уже для пользователей провайдеров. Почему появилось децентрализованное приложение сети Robonomic сейчас? Почему именно в конце мая о нем? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим на GitHub Robonomic. И, как уже, наверное, вы видели, помните, у нас есть закрепленные репозитории, которые по факту представляют платформу Robonomic. Это спецификация, это контракты в эфириуме, это AIRA как операционная система, которая ставится со стороны киберфизической системы, со стороны робота. Есть коммуникационный протокол, и он есть сейчас самый важный объект этого видео. Есть, соответственно, Arbonomic.js, это библиотечка, чтобы вы могли писать DPP быстрее и проще, то есть мы там собрали практики и написали часть кода, чтобы упростить работу разработчика по написанию децентрализованного приложения работающего сетью Arbonomic.js. Есть Arbonomic.js, здесь хранится набор инструментов для провайдера, то есть того, кто как раз будет обеспечивать взаимодействие по коммуникационному протоколу экземпляров AIR и будет общаться с контрактными обязательствами в сети эфириума. Так вот, во всем вот этом вот сплетении кода сейчас я бы хотел бы выделить именно репозиторию Arbonomics.com. Он незаслуженно очень часто остается на заднем фоне остальных разработок. Ну, не то, чтобы незаслуженно, бывают невидимые бойцы фронта, и вот Arbonomics Communication Stack, это как раз то, что лежит и внутри AIR, и поддерживается и SDK, то есть именно здесь реализуется инженерия вокруг имплементации бумаги, то есть технических спецификаций. здесь у нас есть на сегодняшний день 8 релизов, и сегодня у нас последний релиз это Arbonomics Communication LTS 1.0. LTS это признак того, что данный релиз уходит в длительную поддержку. Наиболее, наверное, популярный пример LTS, который в памяти может всплыть у каждого это Ubuntu. Через релиз Ubuntu получает длительную поддержку. Вы видите надпись LTS, это значит, что именно эта версия будет разработчиками даже при выходе новых версий продолжать поддерживаться. Они не будут вам говорить о том, что извиняй, мы уже работаем с другой версией, поэтому мы не исправим эту проблему. Вот как бы в очень короткой форме, что значит, когда вы заявляете об LTS, а в нашем случае то, что значит с нашей стороны. Мы фиксируем состояние коммуникационного протокола Arbonomics, версию 1.0, даем ей LTS, обещая, что мы ее будем поддерживать и помогать сообществу строить своих провайдеров, подключать свои экземпляры AIR по текущему состоянию коммуникационного протокола минимум ближайший год, а может быть и больше. Все будет зависеть от того, насколько будут готовы крупные и новые изменения в сети, но точно мы будем год поддерживать. Так вот, когда вырисовалась LTS-версия, мы поняли, что пора уже собрать DPP, которая позволит нам начать работу провайдеров сети и знакомиться сообществу с текущим состоянием сети, посмотреть, хотя бы немножко поиграться. Так вот, вернемся, когда вы открываете вот такой адрес DPP.arbonomics.network, ссылка будет в описании к видео, вам всплывет окошко метамаска и вы увидите, что данная страничка запрашивает доступ к вашему аккаунту, мы подтверждаем и вот нам с вами открывается интерфейс данного приложения сети Arbonomics. Открывается оно со статистики, вот у нас есть поддержка сейчас двух языков, русского и английского, я буду показывать английский интерфейс, рассказываю о нем, конечно, на русском языке, так и мостик лучше построится у нас с вами между английской и русской версией. Сверху мы можем сейчас увидеть панельку, в которой отражен баланс аккаунта активного в Ментамаске и его балансы в токенах. Вы здесь сейчас увидите три токена, я по ним немножко дальше объясню, а пока давайте пройдемся по статистике. статистика. Вообще самая интересная часть это, наверное, собирательный образ Arbonomics в числах должен утыкаться вот в этот параметр. Количество роботов под контролем эфира. Для меня лично это самая такая обобщенная картина. Что дает Arbonomics? Arbonomics дает возможность подключить робота под управлением мировым компьютером эфириум. Просто от такой только мысли начинает немножечко мурашки проходить по телу и с приятной дрожью. Рядом мы можем увидеть, сколько стоит в единицах газа эфириума вот этот контроль за роботами и каково среднее вознаграждение провайдера эмиссии XRT. О чем я не буду останавливаться в данном видео. И по поводу того, как работает эмиссия и комиссия в Arbonomics, в первую очередь, очень советую почитать бумагу хотя бы в разделе токеномики. А также отдельно, я думаю, будем снимать и писать отдельно статьи, в которой будет более внимательно уделено, более внимательны будут разработчики к описанию того, как работает эмиссионный процесс. Будем стараться объяснить в детали. Итого, по факту статистика сети Arbonomics дает нам показатель того, сколько запусков роботов с помощью эфировского компьютера было произведено посредством сети Arbonomics и сколько на это ушло газа в мировом компьютере. Ниже можно половить телеметрию сети Arbonomics. Вот сейчас я поймал первое сообщение, так как они сюда начинают появляться в раздел телеметрии в реальном времени, то есть как только вы прогрузили данную страничку, именно в этот момент начинает слушать ваше ДАПП сеть и ловит специальный сигнал. В уроках зимней школы я рассказывал немного об этом, что любой экземпляр AIR или провайдер Arbonomics он в сеть отправляет в PFS Publisher Subscriber Папсабу, отправляет технический пакет данных, то есть он обменивается информацией, необходимой для того, чтобы как раз некоторые, некоторую статистику сети накапливать в реальном времени. Вот. Дальше. Вот это в общих чертах статистика, можно расширить ее да посмотреть в деталях. Вот. Понаблюдать за тем, как будет здесь накапливаться у вас ниже в телеметрии информация и будут появляться какие-то поля дополнительные. Прикольно, интересно, можно наблюдать счетчик и надеяться, что он будет расти, расти и как можно больше и быстрее. Следующий раздел. Маяки. Это как раз раздел, который будет интересен провайдерам. В первую очередь это то есть, если вы захотите обеспечивать как раз подключение роботов к эфировскому компьютеру с помощью робономики. Да, то есть основная идея управляем запуском роботов с помощью децентрализованного мирового компьютера, а робономика позволяет сделать подключение роботов удобнее и реализовать часть той коммуникации, которую эфировский компьютер не может сделать. То есть часть офчейновую, реализованные уже контракты, то есть набор дополнительных атрибутов вокруг использования мирового компьютера, которые будут полезны пользователю, желающим подключить робота. Это и по факту есть платформа робономики, чтобы сделать этот процесс легче и более... не то чтобы даже удобным, когда произносишь слово удобным, конечно, сразу в голове появляются очень приятные в использовании минималистичные приложения, но подключение робота это все же не приложение для контроля калорий, поэтому слово удобства здесь должно, наверное, проходить больше в то, что мы проделали ту работу, которую вам придется проделать или просто воспользуйтесь уже накопленным опытом. посмотрите и сначала попробуйте сделать как мы, а дальше понравится, останетесь, а не понравится, попытайтесь что-то изменить. Вот здесь можно выбрать и созданные маяки, о маяках тоже в бумаге читаем, отдельно запрашивайте информацию в чате, будем пояснять, либо создать новый маяк. Я вернусь к этому разделу в конце, а сейчас еще перейду как раз к информации по поводу перегонного куба, аир токенов, токены робономики, и как раз здесь мы вернемся к вопросу, что же сверху за такой баланс токенов 3 поля на моем адресе. Здесь можно прочитать письмо от разработчиков. Если честно, я бы всем рекомендую с ним ознакомиться, он не такой большой, особенно здесь в конце этого письма есть такая хорошая табличка с объяснением все-таки, что это у нас за токены. Для того, чтобы превратить, воспользоваться перегонным кубом по заданному нами рецепту разработчиков, сначала нужно пройти Civic ID. Соответственно, вот ваш аккаунт, если вы не проходили еще Civic ID, у вас будет доступна только данная кнопка, и давайте я ее сейчас нажму. Я не буду перемещать камеру и просить кого-то из ребят снимать меня со стороны, как я держу в руках телефон, но я голосом буду сопровождать то, что я делаю вне скринкаста. А именно, я на телефоне своим открываю приложение Civic. Вы видите на экране QR-код, и в приложении я делаю слайдером слева направо, и у меня открывается камера, чтобы просканировать данный код. Как видите, как только я его просканировал, уже и на интерфейсе запустился процесс перехода к следующему шагу. Что у меня на телефоне в этот момент вывелось? Так как я уже пользовался Civic ID и приложил туда необходимые данные для идентификации, у меня уже полностью заполненный профиль. Если у вас нет, вы не пользуетесь ни разу еще цивиксовским приложением, не использовали Civic ID в участии в идентификации в других проектах, то вас попросят ввести основные данные, там, e-mail, телефон, и приложить какой-нибудь идентификационный документ, после чего он уйдет на проверку в Civic, и там они его разложат по полочкам, покажут вам текстовые поля, скажут, все ли верно заполнено, вы нажмете «Да», и потом у вас появится такое окошко общее, где везде три зеленые галочки и кнопка снизу «Авторизовать». Вот сейчас я ее нажимаю, и мне при телефоне выдается сообщение, мы доставляем ваши вероакционные детали платформе Robonomica. Соответственно, нужно будет подождать немного времени, пока данный процесс произойдет. Ну вот, ждем. Пока ждем, что мы после этого с вами сможем сделать. Да, то есть сейчас пройдет передача данных, сохранятся у нас, как у разработчиков, мы их, когда уже наберем какое-то достаточное количество идентификаций и сделаем все кличи для всех. Вот прошло. Вот здесь экран вернулся обратно. Видите, кнопочка перешла в состояние ожидания Civic ID. Все, видите, прошло. Соответственно, давайте закончим рассказ. В общем, мы будем публиковать в Твиттере, в группе, в русской, в английской, на Bitcoin Talk, в Reddit, на Medium, призывы к прохождению идентификации с помощью Civic ID в течение всего лета. И будем максимальное количество времени, в принципе, поддерживать вот эту вот кооперацию с Civic, чтобы идентифицировать пользователей. Я прошел ID, Civic ID. Вы видели этот процесс на экране. Я спроводил то, что было на телефоне. И теперь у меня доступны две кнопки. Сконвертировать в IRID и потом сконвертировать в XRT. У меня есть 50 AIR токенов. И, естественно, я их буду идентифицировать, перегонять в IRID все. Вот я вижу, что сейчас у меня выскочило окно MetaMask, в котором меня просят сделать approve. 50 они у нас. Но по факту мы их все уже привыкли назвать AIR токенов. AIR, потому что в контракте так было написано в мае 2017 года. Но потом, как вы помните, уже за целый год прижилось AIR токенов. Ну и все-таки AIR даже поприятнее, чем воздухом называть. Хотя в этом есть какая-то метафора. Ты получаешь сначала что-то воздушное. Ребята в этот момент делают. И из воздуха строятся замки. Так что ничего такого страшного в этом слове нет. Вот я отправил транзакцию. Сейчас нужно подождать. Можно, кстати, вот так вот кликнуть по аккаунту. Посмотреть, что у меня висит транзакция в ожидающих. Все, она прошла. Что мы можем увидеть здесь? Сейчас и сюда наверно дойдет эта транзакция. Как только вы сделали approve, теперь надо отправить, соответственно, транзакцию о исполнении перевода, то есть того, чтобы перегонный куб забрал с вашего аккаунта токены и их сжег, уничтожил их и вам отдал на этот же адрес токены AIR ID. Здесь интересная еще ремарка. Давайте я вернусь, посмотрю по скану. Вот новая транзакция идет. А нет, это старая, извиняюсь. Вот, все, эта транзакция прошла. Что вообще сейчас произошло? Вот видите, у нас с вами AIR превратились в AIR ID. Вот вам пример автономного процесса, который после того, как вы сделали approve, то есть вы разрешили снимать умному контракту ваши токены, беспрекословно выполнил процесс превращения одного токена в другой. Вообще, подумайте об этом процессе. Мы его активно предлагаем сообществу использовать как систему связки версионностей токенов и вообще версий, и не только версий, а вообще экосистем токенов, которые могут сжигаться и эмиссироваться. Механизм перегонного куба для этого довольно неплохо подходит, поэтому он не только в нашей задаче, но если у вас в целом есть разные идеи, как или вообще у вас есть токеномик, и вы хотите ее версии связывать, перегонный куб это то, что вам надо. Посмотрите на это. И вот смотрите, теперь у меня есть 50 AIR ID токенов на данном аккаунте, идентифицирован. И с этого момента вы уже можете перегнать AIR ID токены в XRT в любой момент времени, хоть до скончания времен, пока эфир будет существовать, здесь нету потребности в третьей стороне. То есть, если с прохождением Civic ID у нас был внедрен механизм в OpenZP Line, насколько я помню, и вы можете его реализацию тоже найти, это когда есть наблюдающий сервис, который подпись свою дает, что вам можно, да, что-то можно. Вот, и у нас есть, соответственно, наблюдающий такой сервис, он только после прохождения Civic ID дает возможность вам перегнать AIR ID в AIR ID. А вот перегнать AIR ID в XRT там наблюдающего сервиса нет. Соответственно, вы можете воспользоваться уже вот этим перегонным кубом AIR ID в XRT абсолютно в любой момент времени, пока будет существовать эфировский компьютер, и у вас будет доступ к вашему приватному ключу, на котором хранятся AIR ID. Для чего мне их можно переводить в XRT? Ну, чтобы воспользоваться сетью. Для чего я храню AIR ID? Еще раз вернусь, прочитайте письмо разработчиков, посмотрите различия. Давайте я покажу, чтобы для окончания теста, как можно перевести AIR ID в XRT. Ну, например, я хочу 10 AIR ID сконвертировать в XRT. Здесь процесс будет аналогичным. Вот, я дам approve, то есть разрешение. Вот. Вот моя транзакция. Подождем, пока она исполнится. И что я увижу, я увижу здесь, что у меня AIR токенов 0. Вот. Я думаю, что надо будет, кстати, попросить наших разработчиков, чтобы когда у тебя уже AIR ID превратились, чтобы AIR вообще пропадали с интерфейса, как уже ненужная информация, как за перевернутой страницей истории. Когда вы сконвертируете AIR ID в XRT, что у вас появится возможным? У вас появится возможность стать провайдером. Это в первую очередь. То есть, это первая возможность, которую мы как раз хотим продемонстрировать в децентрализованном приложении сети Erbonomica. Как я говорил, мы будем его акцентировать на работу провайдеров, но также будет что-то интересное для пользователей, но все-таки провайдеры сейчас это наше все. На данное лето мы хотим, чтобы провайдерами становились независимые разработчики, независимые участники экосистемы вокруг чейнов. И те, у кого задача будет утыкаться в IoT, в умные города, чтобы они понимали, что уже есть программный код открытый, и можно стать провайдером и работать. Так вот, исполнилась транзакция, то же самое, approve, а теперь я подтверждаю, чтобы перегонный куб забрал у меня 10 AIR ID и превратил их в 10 XRT. Так вот, соответственно, сейчас, когда у меня появится 10 XRT на счету, я смогу перейти в третий раздел маяков и создать маяк или выйти на маяк. Ну вот, они появились, кстати, здесь можно обратить внимание, что эмиссировалось с маленьким, таким маленьким бонусом. Это связано с тем, что мы выделили ровное количество XRT в размере 1 миллиона на конвертацию AIR токенов, которых, если вы посмотрите на контракте 2017 года, их там 997 тысяч с малым. Соответственно, вы будете получать небольшой бонус при 7-минутной конвертации, а те, кто хотят сделать X, то как минимум надо помогать нам в сообществе. А второе, подождать, пока произойдет гаунские аукционы, и, глядишь, вы сможете сделать и бонус за счет того, что аэрбономику выше оценят. Вот. Ну что, по перегонному кубу я объяснил. Мы с вами увидели, как происходит превращение AIR в AIR-ID. Постарался объяснить, что это из себя представляет процесс. Потом мы посмотрели, как работает перегонный куб AIR-ID в XRT. Вот. Соответственно, теперь мы можем перейти, имея XRT на балансе, в раздел «Маяков». Здесь есть выпадающий список, на котором можно посмотреть уже созданный. Есть маяк по умолчанию, AeroLab. Мы на нем сделали большое требование по стейку. Есть тестовый такой A, называемый. Я его создал с минимальными требованиями. И есть тут еще Mobile Robotics, его Вадим Манаенко, DevOps наш, сделал для задач дрон-сотрудника. И ребят, которые работают с мобильными роботами, есть возможность создать новый маяк. Давайте его хотя бы откроем для начала и посмотрим, какие поля можно заполнить для создания нового маяка. Еще раз сделаю вставку. Что такое маяк? Что такое провайдер маяка? Можно узнать из следующих материалов. Это бумага по робономике. Ищем ее на сайте или на гитхабе в робономик.спекс. Также есть на ютубе видео «Жизненный цикл» платформы робономик. Я, кстати, его тоже приложу в комментариях к видео. Там можно тоже узнать немножко больше о том, как работают маяки. Поэтому я здесь не буду акцентировать внимание. Я покажу прикладные вещи, немножко по ним поясню. При создании нового маяка вы можете создать его имя. Любое, какое хотите. Ведь оно будет уникальным опознавательным знаком канала обмена сообщениями off-chain, то есть вне-чейнела по IPFS Publisher Subscriber. Так что, соответственно, можете задать что угодно. Помните ту вещь, которую нам, например, напоминали, когда запускался эфир. Когда вы там напишите матное слово первым делом и захотите его добавить в виде маяка, то запомните, что в публичном течении эфира на всю жизнь, до конца веков, пока будет существовать эфирный компьютер, останется ваше матерное слово, созданное с помощью вашего аккаунта. Матерное – это ладно, к мату можно относиться даже положительно, но вы можете там написать что-то еще более ужасное и пугающее человечество. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны с наименованиями маяков. Минимальный стейк – это то, каким образом вы можете ограничить выход на ваш маяк пользователей по балансам. Как я говорю, мы для AeroLab сделали большой стейк, он у нас стоит 1000 XRT. Почему стоит и вообще как стоит заботиться о размере стейка – тоже не тема текущего видео. Будем разбираться отдельно, но, как вы понимаете, чем выше вы ставите минимальный порог вхождения на маяк, который по факту у нас отражается в виде стейка за квоту, в свою очередь, то есть то, сколько ты транзакций отправишь в сеть, в свою очередь, определяет качество и желание на этом маяке по факту работать или им пользоваться. Чем выше, тем пользователи могут понимать, что ребята тут, например, по 10 тысяч XRT кидают на одну квоту, и значит для них, знаете, тут не проводить транзакции бессмысленно, потому что они глубоко и по уши сидят уже в экономике данной сети. Но об этом будем отдельно разговаривать в других видео. Период молчания провайдера в блоках. Так как провайдеры в текущей реализации на эфириуме работают поочередно друг за другом, израсходуя свою квоту в свою очередь, соответственно, есть время, когда он может просто протупить. Вот, соответственно, здесь, например, по умолчанию 25 блоков. Что это значит? Это значит, что лаг временной данного маяка до того момента, как следующий по очереди все-таки транзакцию пользователя обработает, будет 25 блоков. То есть то максимальное время, сколько дано провайдеру на то, чтобы он ничего не отправлял в сеть, в свою очередь, после чего его могут изгнать в конец очереди на новом раунде. Но я сейчас вернусь. И давайте мы подключимся. Например, давайте ERA-овский сначала аккаунт. И вот так выглядит интерфейс. Мы видим, что здесь у нас сейчас есть два провайдера. У одного квота один, у другого две квоты. Вот этот у нас провайдер, он активен. Мы видим это по статусу, что он спит. Данный статус выводится только для активных провайдеров, которые уже много блоков не создавали, соответственно, транзакций. Вот здесь, соответственно, небольшая ошибка есть. Она уже есть у разработчиков наших. Они поправят ее в течение дня. Соответственно, что у нас с вами здесь еще есть? Можно увидеть баланс в XRT. Баланс в XRT маяка. То есть мы видим, что здесь 3000 XRT лежит. Это сейчас, как видите, квота 1 и 2. Минимальный стейк за квоту 1000. Ну, видите, довольно простая арифметика. Чтобы одну транзакцию отправлять, в свою очередь, нужно иметь 1000 XRT на балансе. Вот у нас есть два провайдера. Всего у них три квоты. Соответственно, вот мы видим 3000 XRT. И дальше можно попробовать сделать аппрув. То есть разрешить на квоту со своего баланса. Но у меня всего 10 XRT. И я поэтому не могу работать на данном маяке. Поэтому пойду-ка я на другой маяк, где подешевле. И давайте я вот выберу тестовый A, который сам, кстати, создавал. Здесь вот есть мой аккаунт. У него квота 1. Он сейчас тоже спит. Вот. Что мы здесь видим? Здесь уже, видите, другое совсем требование в XRT. Совсем маленькое. Дефолтное. Вот. И если я здесь уже чувствую, что здесь я могу что-то сделать. Давайте посмотрим. Я хочу разрешить 10 квот. Вот, со своего аккаунта. Делая аппрув, можно посчитать нолики. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Что я указал 10 квот. Минимальный стейк 5 ноликов перед запятой, потом единичка. А здесь сообщение на аппрув, на разрешение 4 нолика, единичка. Это значит 10. В 10 раз увеличилось на порядок. И я сейчас разрешаю, делаю разрешение на снятие умному контракту маяка с моего аккаунта баланса равного 10 квотам данного маяка. Во как. Вот. Ничего сложного. Все просто. Нужно подождать, пока пройдет. Вот. И теперь у меня можно сделать рефил. Ох, Саша, а 10 там. Выдалось. Видим мой аккаунт 7310. Видим другой мой аккаунт, который сейчас находится на данном маяке. Надо подождать и посмотреть, сколько квот появится у меня. И потом я уже скажу, что с этим можно делать. Нужно подождать. Нужно подождать. Да, что здесь есть еще. Смотрите, ниже есть доступно для торговли. Давайте я хотя бы дождусь этой транзакции. Здесь есть такая штука, как протестировать маяк. То есть, отправить тестовый спрос и тестовое предложение. Это мы с вами тоже. Ну вот. Видите, транзакция прошла. Вот мой адрес 7310. Он стал провайдером маяка. У него появилось 10 квот. И, соответственно, он ждет своей очереди. В принципе, спящего меня по другому аккаунту. Он уже может кикнуть и начать исполнять транзакции. А проверить свою работу можно, если сделать опров XRT и потом отправить тестовый спрос и предложение увидеть, как ваш провайдер маяка вот в эту колонку обязательств он их, соответственно, выведет. Да, в принципе, я сделал общий быстрый обзор. Давайте подведу какую-то черту для этого видео. Начали мы с вами со статистики. Точнее, начали мы с того, что у нас вышел релиз коммуникационного протокола робономики с длительной поддержкой, которую мы на себя берем как минимум на один год. А дальше будем смотреть по тому, как будет необходимо нам срочно смигрировать на робономику 2.0, то есть на улучшение робономики. Вот. Я пояснил, что такое себе представляет децентризованное приложение сети робономика, что это именно то приложение, в котором мы хотим собирать самый базовый необходимый функционал сети. Что все начинается со статистики, в которой можно себе построить образ того, как робономика помогает запускать роботов с помощью эфировского компьютера и сколько на это уходит газа. Мы с вами разобрались детальнее в том, как работает перегонный куб. Я тут немножечко демагогии добавил вокруг, идентификации того, как это не хочется делать разработчикам, почему вас призываю все-таки это сделать, и что это не так страшно. Давайте поскрепим, да сделаем и пойдем дальше. Мы прошли с вами всю процедуру, я призвал вас еще раз почитать письмо, и потом мы с вами посмотрели бегово по тому, что такое маяки. Я опять вас поотправлял в бумагу, куда я и сейчас отправляю почитать. Есть на ютубе еще ролики, тоже смотрите. Мы с вами подключились к маяку, посмотрели его параметры, я немножечко прошелся по тому, как можно, соответственно, выйти на маяк. И на этом работа с децентрализованным приложением сети Arbonomica на текущий момент заканчивается. Дальше уже есть пару вещей, которые сопроводить можно. Это тестирование провайдера маяка. Но я это запишу в отдельном видео, где покажу, как устанавливается провайдер маяка, как он запускается. Потому что сейчас мы только с вами выполнили, так скажем, как ее назвать правильнее, формальную что ли работу. То есть мы внесли себя в список провайдеров на маяке, мы положили туда стейк, мы как бы заявили. Но по факту у нас же, вы же на этом видео не видели, как я устанавливаю провайдерский софт и начинаю работать. Так вот, в отдельном видео я уже покажу, как мы выполним ту работу, которая вне децентрализованного приложения происходит. И мы потестируем после этого с помощью вот этого вот функционала, который здесь есть на странице теста Lighthouse, уже вашего провайдера запущенного. Стараемся до конца недели это видео даже выпустить. Я думаю, даже пораньше ждите, ждите это видео. Пробуйте, подключайтесь, тестируйте и посмотрите, уже мы с вами можем из той токеномикой, которую создали, начать участвовать в деятельности сети вместе. И мы можем с вами уже пользоваться с помощью тех же самых токенов, услугами сети. Я думаю, что это прекрасный результат, но не мне, конечно, судить, вот, но я всецело доволен и хочу дальше развивать работу в сети. Вот, и пишите комментарии, пишите в чат, пишите на почту, а лучше всего делайте pull request, issue и помогайте писать модули для арбономики, потому что там до хрена чего нужно сделать, извините за мой французский, но это так, как то ли, как вы создали раннюю версию сети. Те, кто следили за развитием практически любой децентрализованной сети, знают, что это вообще только отправная точка, когда вы вышли за пределы пролива из вашего Средиземного моря и сейчас отправитесь в Атлантический океан на поиски Новой Америки. По факту торговой миссии до Индии. Ну, что-то, наверное, примерно такое. Можно аллегории и космические, но давайте пока на этом остановимся. Спасибо тем, кто смотрел, пользуйтесь, надеюсь, полезно было. На связи.